Брокеры нынче в глубокой тоске находятся. Я имею ввиду традиционных брокеров, которые работают давно на рынке. Такие брокеры, как крупнейший БКС, Финам, Открытие. Дело в том, что их доходы сейчас резко уменьшились. Потому что на рынок пришло огромное количество как новых клиентов, так и новых игроков. Повысилась конкуренция. Что это за игроки? Это всякие Тинькофф, Сбербанк, ВТБ. Открыли всякие свои брокерские подразделения. Стали предоставлять услуги брокеров. Не от хорошей жизни тоже. Потому что у банков тоже плохие времена. Потому что у них тоже доходы сократились. Потому что никто не хочет давать деньги на депозиты. Кредитовать некого. Полный застой. Поэтому и банки решили предоставлять тоже брокерские услуги. А у банков вообще, значит, они пришли туда, на этот рынок. И стали предлагать очень низкие комиссии. Поэтому традиционным брокерам пришлось снизить комиссии. И это совсем печально стало. Да тут еще и Центробанк решил начать регулировать этот рынок. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, я обрисовал такую безрадостную картину. Но на самом деле она действительно такая не очень хорошая у брокеров. Потому что брокеры вынуждены сокращать брокерскую комиссию. Брокеры вынуждены ограничивать доступ клиентам к достаточно интересным и хорошим инструментам. Потому что Центробанк вмешался. И сейчас очень многие, очень хорошие инструменты, которые были доступны раньше, всем абсолютно без исключения, сейчас становятся доступными только для квалифицированных инвесторов. И в том числе очень хорошие такие продукты, как структурные продукты. Есть структурные продукты с защитой капитала, которые там вообще нет возможности потерять деньги. Понимаете? Почему-то и они попали под общую гребенку. На всякий случай. Ну, там автоколы, на которых теоретически можно потерять. Вероятность очень маленькая. Но теоретически можно потерять. Это очень хороший инструмент, на котором достаточно я много заработал. Вот. Автоколы тоже попадают под раздачу. И даже модельный портфель знаменитый, это открытие брокер, тоже, в общем-то сказать, открытие брокер сейчас крайне неохотно открывает новым клиентам. Почему? Потому что боятся. Боятся, что и модельный портфель тоже запретят. Поэтому, ну, то есть все очень хорошее становится доступным только квалифицированным инвесторам. И поэтому звонит мне недавно брокер БКС. И говорит, а давайте мы вам сделаем статус квалифицированного инвестора. А потом, у меня он есть, но в открытии брокер. А потом звонит, ну, скажем, моей жене, у нее тоже открыт брокерский счет. Она не является квалифицированным инвестором. Уже открытие. И говорит, а давайте вы станете квалифицированным инвестором. И из Финама, не помню, не звонили мне еще. То есть у меня еще есть открыт счет в Финаме и в Альфа инвестициях. И из Альфа не звонили. Там пустые просто счета. Вот. Не звонили. Говорит, давайте вы тоже как бы станете квалифицированным инвестором. Ну, что предлагает мне БКС? А БКС предлагает следующее. Говорит, ну, раз вы уже квалифицированный инвестор в открытии, давайте просто возьмите брокерский отчет из открытия. Распечатайте нам брокерский отчет. Покажите, что у вас есть оборот в 6 миллионов. И мы вам присваиваем статус квалифицированного инвестора. То есть статус квалифицированного инвестора, то есть мои результаты в открытии, пожалуйста, совершенно спокойно признаются брокером БКС, другим брокером. И другой брокер присваивает мне статус квалифицированного инвестора уже у себя. Потому что статус квалифицированного инвестора надо у каждого брокера получать отдельно. А что касается жены. Смотрите, они позвонили и говорят, давайте вы станете квалифицированным инвестором, потому что они видят, что у жены у меня сейчас открыт, во-первых, модельный портфель, который дает доходность, хорошую доходность. Вот, но он уже открыт, он не закрывается у нее пока. И мы для нее покупали как раз регулярно автоколы вот эти вот. И тоже, в общем-то, они дали хорошую доходность, автоколы сейчас недоступны. И поэтому говорят, давайте, может вы сделаете тоже статус квалифицированного инвестора. И я подумал, действительно, а почему бы и нет. Смотрите, ну, тем, кто хотел модельный портфель и сейчас он становится недоступным, я решил разработать, ну, как бы свой аналог модельного портфеля. Я сделал сервис портфель 100 тысяч рублей, о котором я рассказывал, и ссылочку вы можете увидеть вон там, во-первых. Во-вторых, значит, ссылочка вон там будет на, ну, нет, в конце видео будет ссылочка на портфель 100 тысяч рублей. Там, так сказать, целый плейлист, он абсолютно доступен, это вполне способно каждый сделать. То есть, это аналог модельного портфеля, но лично от меня уже будет, то есть, не от открытия брокера. Вот, а второй вариант, который есть, это получить статус квалифицированного инвестора. И уже нормально, имея статус квалифицированного инвестора, покупать все, что угодно. Но кроме вот этих препятствий статус квалифицированного инвестора, есть еще одно препятствие. Брокер сейчас поднял минимальную планку вхождения вот в эти продукты, очень хорошие, которые доступны сейчас только для квалифицированных инвесторов. И эта планочка сейчас составляет, ну, как правило, 300 тысяч рублей. То есть раньше она была там в районе 70 тысяч рублей, там 100 тысяч рублей, сейчас 300 тысяч рублей. Поэтому, ну, это, ну, как бы такая посильная сумма, вроде бы там, ну, как бы не такая большая, и она разумная на самом деле. Поэтому, поэтому, смотрите, если вы имеете всего лишь 100 тысяч рублей, например, вы вполне можете заработать себе статус квалифицированного инвестора. Сейчас я расскажу, как. Потому что я тоже решил, думаю, ну, а почему бы не сделать статус квалифицированного инвестора для жены? Это достаточно легко сделать, если у вас, например, на счете там, ну, в районе 100 тысяч рублей. То есть вот такая сумма есть, ну, у многих, по крайней мере. И, как я уже сказал, что 300 тысяч, и вы покупаете, если у вас есть статус квалифицированного инвестора, и 300 тысяч рублей на счете, вы покупаете продукты, которые есть. То есть все хорошо. Как получить статус квалифицированного инвестора, если у вас недостаточно денег? Ну, первый, самый простой способ, как получить статус квалифицированного инвестора, это положить на счет куда угодно. То есть показать, что у вас есть активы на 6 миллионов рублей, то есть там на брокерском счете, на счете в банке. Ну, это проще всего, но просто есть небольшая сложность, где взять 6 миллионов рублей, если у вас всего-то денег там 100 тысяч, и вы хотите покупать нормальные продукты. Второй способ, сейчас я расскажу, он немножечко более сложный, немножечко более долгий, но доступен каждому. Поэтому это сделать обороты за 4 квартала подряд, в течение 4 кварталов подряд, сделать обороты суммарно на 6 миллионов рублей. И вот это вот сделать очень-очень легко, но придется подождать год, конечно. Каким образом это делается? Ну, смотрите, кажется только 6 миллионов рублей, это так много. Но 6 миллионов рублей, да, и еще одно условие, что сделки должны быть хотя бы одна сделка каждый месяц. Поэтому, смотрите, 100 тысяч рублей я решил завести на счет жены, на брокерский, на срочный рынок 100 тысяч рублей. И смотрите, что такое 6 миллионов? 6 миллионов делим на 12 месяцев, получается всего лишь 500 тысяч рублей в месяц. И вот оно, пожалуйста, вот такой оборот. То есть на 100 тысяч 5 сделок всего. Давайте зайдем сейчас на срочный рынок и посмотрим, что можно сделать. Ну, смотрите, на срочном рынке мы можем торговать как, ну, такими инструментами, как фьючерсами. И эти фьючерсы есть на нефть марки Brent, на доллар, самые популярные индексы, и на индекс РТС. Индекс РТС, сразу могу сказать, что достаточно дорогой. Вот он. Но если у вас есть 100 тысяч, вы вполне можете сделать следующее. Смотрите, вот мы берем, выставляем заявочку на покупку индекса РТС. Так, сейчас я, секундочку, так, чтобы она у меня не выполнилась. Это живой счет. Вот, смотрите, я считаю, что индекс РТС сейчас будет падать, например, да. И я могу поставить заявочку на 148 тысяч 500 на продажу этого индекса. Продажа 148 тысяч 500. Вот, продажа, один лот. И, посмотрите, объем сделки 222 тысячи. Я делаю две сделки, уже 444 тысячи. Ну, собственно говоря, два лота мне вполне достаточно для того, чтобы сделать 444 тысячи оборота. Это очень-очень легко делается. Вот, смотрите, вот я сейчас выставляю заявочку на продажу. Вот она встала. Вот заявочка на продажу встала. И если цена дойдет досюда, я ее продам. Так, а он, кажется, идет уже вниз. Вот. Но он может пойти и вверх, на самом деле. Поэтому я бы не стал торопиться. Я бы не стал торопиться. Так, смотрим. Сейчас мы откроем стакан цен. Вот он. Он где-то там. Моя заявочка 148 500. Да, он идет вниз. Смотрите, вот сейчас я прямо у вас на глазах сделаю вот этот оборот в 500 тысяч рублей за месяц. Вот буквально вот давайте вот даже вот так вот сделаем. Вот оно. Все. Я продал. И он пошел вниз. Посмотрите. Видите? Он пошел вниз. То есть я продал. Он пошел вниз. Это реальные деньги абсолютно. И давайте вот здесь вот я поставлю заявочку на покупку. Чтобы не рисковать. Покупка. Также 2. Тоже 443 тысячи. Все. 4 240. Вот она. Покупка. Я поставил. Если цена придет сюда, то я куплю этот индекс. Два индекса, который я продал. И получу прибыль. Какая прибыль будет? Я продал по 148 260. Так. Покупку. Тогда я чуть пониже сделаю. 148 230. 30 пунктов на каждом индексе. 30 пунктов умножаем на 20 рублей. Получается 60 рублей. 60 рублей на полтора. 90 рублей прибыли я получу за это дело. Ну, я это показываю просто вам для примера. Потому что вот я хочу сказать, что можно буквально за 3-5 минут сделать объем в 500 тысяч рублей на срочном рынке. Это очень легко. И таким образом, если торговать, вот посмотрите, все, сейчас будет прибыль. Вот. Вот буквально вот она. Сейчас я минутный график включу, чтобы это было более наглядно. Вот она. Моя заявочка на покупку. Здесь была продажа, здесь покупка. И, собственно говоря, вот все очень легко делается. Ну, а как это делать? Я рассказываю. Вот сейчас. Вот она. Вот. Вот все. Совершилась покупка. Все. Получена прибыль. Все. Получен оборот. Вот. Ребята. 5 минут в месяц. 100 тысяч рублей. Еще и прибыль. Вот таким образом можно получить ставств квалифицированного инвестора. Делать хотя бы один раз в день вот такую операцию. И, собственно говоря, можно получить ставств квалифицированного инвестора. И тогда вам будут доступны вот эти вот инструменты, которые есть. Это модельный портфель. У вас будут доступны структурные продукты различные. И вам будет доступен доступ на глобальный фондовый рынок уже через иностранных брокеров буквально. Там вообще не ограничены абсолютно возможности. Но для того, чтобы там торговать, нужно действительно денег побольше. И поэтому действительно нужен статус квалифицированного инвестора, во-первых. А, во-вторых, для этого этот статус будет абсолютно заслуженный. Понимаете? То есть, если вы совершаете сделки регулярно, вы понимаете, в чем дело. То есть, вы абсолютно заслуженно получаете статус квалифицированного инвестора. И продолжаете как квалифицированный инвестор работать. Очень хорошая идея. Я это вот решил сделать статус для своей жены. И, ну, здесь уже за первый месяц сделано сделок кучу. Напоминаю, что раз в квартал. Квартал начинается с апреля месяца. Вот он уже сейчас заканчивается первый месяц в квартале. Всего одна сделка и все. И дальше вы тренируетесь. Дальше вы начинаете осваивать это, как бы, торговлю, трейдинг. И вы получаете статус квалифицированного инвестора. Видите, я его вовремя продал. Потом купил, закрыл эту сделку. Потому что вот она, так сказать, дернулась вверх. Ну, потом она, может быть, пойдет вниз и так далее. Это увлекательнейшее занятие. Ну, а о том, как все это делать, как установить вот этот вот терминал. Что значит эти графики, вот эти вот линии какие-то, значит, какие-то вот эти квадратики. Все обо всем этом я рассказываю на курсе биржа для чайников. То есть, если вы пройдете еще и курс биржи для чайников, то статус квалифицированного инвестора у вас будет абсолютно заслуженный. Поэтому не надо переживать, не надо страдать. Все будет хорошо. Получайте статус квалифицированного инвестора. Учитесь торговать, учитесь зарабатывать на бирже. И я вас уверяю, это целый мир. И он совершенно шикарный. И вы получите действительно доступ вот к этим вот продуктам, которые есть. Структурные продукты с защитой капитала. Там вообще здорово. То есть, увы, вообще не имеете возможности потерять, только заработать пропорционально росту базового актива. По автоколам там действительно есть возможность потерять. Но вероятность этого очень мала. Я об этом рассказывал. Сейчас не буду касаться. На сегодня все. Спасибо за внимание. Получайте статус квалифицированного инвестора. Переходите вон туда. И все будет хорошо. Не надо так переживать. Ну и брокерам хочу сказать, что, ребята, не переживайте так сильно. Сражайтесь, конечно, за клиентов. Сражайтесь за то, чтобы Центробанк смягчил вот эти правила. Потому что мы работаем все вместе с одной целью. То есть, брокер помогает клиентам зарабатывать деньги, старается. И сам при этом тоже зарабатывает. То есть, мир, дружба, жвачка. На сегодня все. Спасибо за внимание. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демятков Юрий. Поставьте лайк.